Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами по-прежнему Форс и Каспер, и мы начинаем смотреть последнюю, скажем, серию игр в группе А, насколько я понимаю, потому что Пэр и Эмпайр уже сражаться должны вот начинать прямо сейчас. У нас здесь играют Наудигити и Кайпи, и ситуация в группе достаточно интересная. Почему? Потому что Наудигити уже вышли из этой группы, а у них три победы. А Кайпи нужно победить. Да, у Кайпи получается 0 побед, 2 ничьи, 1 поражение, и у Эмпайр с Пэрами 1-1-1, то есть победа, ничья и поражение. Соответственно, если Кайпи выиграют здесь, а там будет ничья, то получится на три команды тайбрейк с одним победителем возможным. Если же Кайпи сейчас играют хотя бы в ничью, они уже за бортом. Ну, а Эмпайр и Пэр будут играть на победку за выход в следующий этап этой квалификации. Ну, собственно, за выход в плей-офф этой квалификации. Поэтому нужно побеждать. Да, Кайпи тут нужно кровь из носу потеть. И тут как раз, знаешь, такое столкновение интересов. С одной стороны, есть Наудигити, которым вообще уже по барабану они могут расслабиться, а с другой стороны, есть Кайпи, которым нужно прям сильно запотеть. То есть я бы в таких условиях немножко, но поставил бы на Кайпи, на как бы более голодных. В определенной степени это склоняет чашу весов в их пользу, поскольку все-таки максимальной концентрацией должны подвергнуться именно игроки команды Кайпи. Ну да. Не зря же они с Open квалификацией проходили, правильно? Ну, правильно, правильно. Не хотелось бы вот так вот сейчас взять и залить. Тем более, что все в их руках. То есть пока что понятно, что там те команды пусть играют, там если кто-то победит, он уже сразу выходит. Там без вариантов. Но Кайпи нужно запотеть в любом случае. И давайте сразу пройдемся по героям немножечко. За команду Кайпи будет Бонны, которые 7. Дроу Рейнджер на Бэйне Массакр. Синг-Синг Виндрэйнджер. Энигма в исполнении Камбузми. И Фейслес Войт от Секси Бамбу. У команды No Digity Синдерен на Баунти Хантре, Койква на Соло Мид Виномансере, Эра будет Керри с Лордаром, Ебзор на Винге и Кежу на Лоун Друиде. И бежит, кстати говоря, этот самый Лоун Друид на топ, где против него будет стоять в теории Войт, но на практике ребята свапаются линиями. Да, и получается то, что Дроу Рейнджер вместе с Бэйном отправляются стоять против Медведя. Энигма может тут, я думаю, подкушать Крипчика, может Крипчика не подкушивать, это уже дело КВМа. Вообще, Рейнджовенького можно было бы действительно сожрать, это было бы приятно. Ну как, ты на нулевой секунде съедаешь Рейнджового Крипа на любой из линий, потом бежишь до Фонтана, регенишься, с этими же Крипами бежишь к сильному спавну, если там спавнится Урса или Кентавр, вот эти вот три Идолона, которые у тебя есть, они форсят нейтрального юнита скиллс кастовать какой-то, то есть там либо Клэп, либо Стан, потом они заканчиваются, ты вызываешь новых и спокойно фармишь этот Кэм. Это самый такой вот оптимальный вариант профармливания с нулевой. Ходовая схема, да. И действительно, тут, кстати, вот то, что Бэйн на топе стоит, я не обратил на это внимание, но это есть. Медведю очень тяжело отводить Крипчиков своей пандой, почему? Потому что Массакра просто кидает слип, и Крипы опять переагриваются и уходят по линии дальше, то есть халявы не будет здесь у Медведя, это очень важно. И два рейнджевика с Spirit Bear очень так хорошо общаются, плотненько, то есть линия эта достаточно мощная. КВ, мы видим, перебегает пока что в чужой лес, и вот тут, возможно... Секси Бамбу, возможно, погибнет, у него нет таймволка, но станы кончились у No Digity, и на этом противостояние заканчивается. В миде стоит Windranger под Аурой Траксы против Виномантера. Да, ну вообще Windranger вместе с Траксой это очень опасная комбинация, не знаю, что там аналитики наши рассуждали про Медузу, Дрэгон Найт, и Windranger это вот самый часто встречаемый пик в мид, когда ты играешь с Траксой. И то, что она здесь будет, это, ну то, что скорее всего именно она будет, это, мне кажется, была вероятнее всего. Просто Медузка уже фигурировала на этих квалификациях, и как раз на там подровку вроде бы заходила, но вот тогда была ситуация, когда не хватало фиксатора под Медузку, и в итоге все разбегались, а здесь как раз ситуация под Медузку была весьма благоприятна, потому что тут и Enigma с Блэкхоллом, и Void с Хроносферой, то есть можно было и немножечко натворить дело. Вот, видимо, Медведя, Медведя, смотри, пытаются забрать, но тут не получится его убить, может, на нейтралах как-то там погибнет, нейтралы его и убивают. Странно то, что Синдерен без орбов Венома играет, как он собирается без орбов Венома, он покупает тапок, у него уже дженады есть, то есть какое-никакое замедление появляется, но большинство баунти-хантеров все-таки с орбов Веномом стараются бегать, роумить, чтобы еще тычек дополнительных, там 2-3 дать, это много. Можно сбить Кларити и Enigma, но Синдерен сам, во-первых, под действием Кларити, во-вторых, он просто не хочет открываться, но в итоге Камбезми, да, еще и сам получает удар от крипа. Плёкнуть бы Синдерена, он не успел найти в Инвиз. Да, ставится Сантричок, но вообще непонятно, какая-то тут терка на топе, то есть Enigma вместо того, что... Иглон Друт, кстати, похоже, 2-х медведей потерял, смотри, на карте нет медведей, и у него еще в кулдауне. Ну, видимо, да. Так вот, Enigma пока чем-то странным занимается, то есть не особо фармит КВМ, но вот, видимо, сейчас перетянулся все-таки на свой хардовый спаун и начинает опять фармить Урс. И Баунти Хантер пока тоже не особо понятно, чем занят, то есть тут он и тот отводит, помогает Мишке немножко, но не знаю, насколько это продуктивно. Вроде бы Баунти Хантер обычно должен другой грязью заниматься. Опять приходят, просто начинают метелить медведя. Я просто смотрю, подходит Бейн, дровка, и начинают стрелять по медведю. Да, и три сотни хитпоинтов, как не бывало. Тут пытались Ноудигить и отпулить на сильную точку своих крипов, но может так получиться, что даже больше фарма кайпе получится этого. Масакари бежит на топ-руну контролить, помогать Синг-Сингу. Его чуть-чуть подхарасил БХ, но в целом ничего страшного. На боте мы видим то, что Воид стоит не так хорошо, как стоит, конечно же, Слардар, но вот ничего удивительного нету. Воиду против таких двух физ-дпсеров и станеров не так просто. Но он со временем должен, наверное, все-таки получать свой фарм. А у него тут задача предельно простая. То есть у него нет даже особо надобности выходить в какой-то супер-лайтовый керри-билд, потому что у него есть пару димедж-дилеров уже неплохих. То есть от него сейчас будет требоваться, по сути, хорошая хроносфера. Хороший левел, да, и хроносфера как вариант. Ну вот-вот. Сейчас будут его убивать, сейчас будет все по таймингу. И... Ай, Баши как прокнул! Только халяла. Слушай, эра идет дальше, правда, там тайм-делейшн, и не получается загнать. Нету следующего стана, да. Если бы не тайм-делейшн, то думаю, что полезли бы за ним до упора. Могли бы, могли бы себе такое позволить. Так, что там у Дроу Рейнджера? У Дроу Рейнджера пока уровень 5, но скоро уже появится 6-й, соответственно, и урон там у Эрки прибавится неплохо так. Уже, видим, у Виндрейнджера начинает тут расстреливать. Койква вновь. Вот это Тауэр Диффенс, все затыкано вардами, все очень больно, причем не получается, видим, тут Дэнайт. Синсинки, я, кстати, заметил, уже далеко не первый вард вот так вот ломает, и не получается Дэнайт у Койква, чуть-чуть не домикривает. А внизу, тем временем, у нас загуляла Винга. А что она там вообще делала? Она пыталась убить Воида, гналась-гналась за ним, но в итоге Камвизме сделал телепорт и получил разблат. Кстати говоря, очень важный момент, потому что Энигма должна была получить какие-то дополнительные средства, потому что, ну, Синдерен все-таки старается мешать. У Синдерена сейчас 2-й левел на 5-й минуте, это не очень хорошо. Надо сейчас как-то помикрить идолончиками, но на спринте Эру нет, тут перемикришь, он сквозь этих идолонов пробегает легко, даже если бы попытался это сделать КВМ, да и там скорость перемешивания небольшая. Ну да-да, легко вообще справились с этой Энигмой, и вот Баунтихантер получил как раз недостающих там 3 сотки голды, сейчас может и Блайтстоун, и Орбов Веном, что угодно себе позволить, либо сразу же выйти в Арканбуцы, так тоже будет весьма неплохо. И ВР-очка, меня интересует очень сильно Синг-Синг, зная просто вот его такой стиль майнстерско-гангстерский. Опять смотрю, вот Койко вообще не контролит этих своих пацанов, варды я имею в виду, и Синг-Синг вообще спокойно на них откушивается, реально он же там вард пятый, наверное, убивает, только вот на мои глаза. Внизу в это время нападение на Войда, хороший тайминговый стан, еще минус арморчик, но Сексимомбо опять успевает уйти, а тут Энигма сзади. И теперь уже будут проблемы у Ябзора, потому что Малифайсом очень-очень тяжело отсюда уходить, но Ябзор, кажется, все-таки сможет отсюда скрыться. Через секунду будет прыжок у Войда, или нет, у меня не уйдет. Нет, уходит. Кажется. Да, да, убегает он, да? Надо Энигме дофармливать шестой левел, иметь Блэк Холл. Будет чуть попроще. Усыпили Баунти Хантера на боте, поставили Сентри Вард, есть на двойку вкачанные ледяные стрелы, но Баунсен почему-то не дал. Это такая ошибка глупая. Ну, то есть просто подойти, да не обязательно даже в упор, да лучше даже в упор. Хорошо, ты потеряешь там с пассивки, своих там 40 ловкостей. Лишнюю тычку дашь. Ну, ты да, ты дашь лишнюю, а то и две лишних тычки. Еще и стрелы же ледяные, не забываем. То есть как-то совсем подкосячили здесь ребята. И так, что у нас тут? Come with me. Оба бегают под минус армором, жутко неприятно, всех все видит. Но вот ВРка. ВРка в медиа стоит, конечно, супер шикарно, там 3 300. Можно было бы попытаться убить на боте Вингу, если бы Тракса прожала ауру. Идолоны бы получили дэмэдж, и они там много урона нанесли бы Ебзору, но почему-то не скооперировались ребята вовремя, не прожала Тракса ауру. Беда. Секси Бамбу добивает крипов под вышечкой, у него уже имеется 6 левел, можно хроносферу дать, не жалеть, но в итоге и так убивают. Походу ауру прожали. Да, вот, 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 прожали ауру. Я тоже хотел на это как раз намекнуть, то что действительно в этот раз не забыли, в этот раз Бонн нажимает на заветную кнопку. Приходит сюда опять Винга, Винга, не знаю, мне кажется, слишком перебыковывает здесь, можно было бы ее совершенно спокойно забирать. Правда 5 ман не хватает до момента того, чтобы кинуть слип, и все, все. Опять, кайпи, знаешь, они понимают сейчас всю ответственность, они понимают, что нельзя сейчас баловаться, да, и заливать эту игру, потому что когда ты в такие ситуации попадаешь, ты можешь не делать многих вещей, которые ты обычно делаешь, и которые действительно очень круты. То есть вот этой небольшой агрессии, ее потом не хватает очень сильно. И ты думаешь, блин, ну вот тут я сыграю чуть поосторожнее, там фраг не сделал, здесь фраг не сделал, какую-то там вышку не дожали, еще что-то, это все превращается в такой вот сноубол, только не в твою сторону. Поэтому иногда нужно немножко раскрепоститься, главное знать меру. Да, и Секси Бамбу как раз-таки раскрепощается, приходит с Хроносферой в мид. У Койкова есть инвиз, поэтому если за Хроносферу его не убить, то он, скорее всего, спасется. Да и сам Секси Бамбу особо нападать не хочет. Койкова демонстрирует хороший, так называемый, мапа Варенос, уже вторую игру подряд, вторую карту подряд. Чувствует, что его будут убивать, если зажимается под вышку, так и хотят Масакари подрезать, дают ему амплифай дэмэдж, поменялись лейнами. Воид у нас пришел на топ, а на бот в итоге бежит Дроу Рейнджер, чтобы чуть попроще было фармить. Ты посмотри, какое количество лосхитов у Синсинга, сколько же он вардов добил. Так и я тебя о чем? То есть варды своими же вардами Койкова не донавил, то есть он их просто вот стоит спамит, а дровка, не дровка точнее, а вэрка из-за того, что у него очень-очень сильный дэмэдж. Но только Секси Бамбу может умереть, почему-то может. А у Масакари мана нет, он дает еще одну тычку, спасается, краша нету, на башне пропирается эра, а в итоге размен один в один. Но все равно воид погиб, и это еще была заюзана хроносфера на одну венгу. Так вот, что я хотел сказать, то что у варки очень сильный урон с руки сейчас, и она эти варды ломает даже там 3-4 уровня, более-менее неплохо с ней справляется. Тут Блэкхолл, промахивается, кстати, по варшотам у нас Виндрейнджер, но Синдерена здесь забирают. Кстати, Энигма имеет шансы все здесь еще и выжить, ну либо заденает ее, да, вот Синг-Синг, вообще хорошо сегодня против Виномансера играют, но знаешь, вот NoDigital сколько этого Виномансера берут, сколько всех героев там динают, а они все равно выигрывают. Ну да, ну да. Пока без разницы. И на удивление, Койко покупает себе не Мидас какой-либо, а Баклер, хотя может быть оно и правильно, потому что у Кайпи должна быть ранняя агрессия. Мидасов тут хватит, оп, подцепил, Масакари соперника, пошел фокус фаерсингтинг, не поднимается с лоу граунда на хай граунда, или он поднялся, я что-то не заметил. Не-не-не, там вроде прогрессия была. Не прокнул, а значит, скорее всего, поднялся, потому что шанс-то там не маленький. Он бы явно где-то обмяснул. Ну, значит, да, значит, там на последнюю ступеньку запрыгнул по фастику. Очень плохи дела у Синдерена, он вообще почти нигде не помог за эти 11 минут. Ну как, он помог, конечно, там и Нигму погонял немного, но в целом у него пятый левел за 12... Не, хотя пятый левел за 12 минут это норм. Ну блин, как-то странно. Более-менее, да. Но все равно, знаешь, импакты не чувствуются, то есть он на последнем месте идет по фонтворцу, то, конечно, мы понимаем то, что основная его функция, так сейчас тут секси-бамбу убьют. Да, пытался в Войту прыгнуть. Нет, слушал, он упрыгнул. Тут шекл в ответочку. Минус я обзор. Ну, видишь, пикать баунти-хантера против такого откровенного пуша, который есть у Кайпи, очень опасно, потому что, с одной стороны, ты, если тебя начнут пушить, ты ничего не сможешь с этим поделать, только сюрикенами кидаться. А с другой стороны, ты можешь помешать нормально фармить Энигме, и в итоге она вообще, ну, то есть ничего не получит, никакого фарма. Но я вот пытаюсь вспомнить, сколько игр играли Энигмы против баунти-хантера, и хоть в какое-то бывало такое, что настолько этот сильно баунти-хантер достал эту Энигму, что, ну, вот прям никакой мочи нету, нету ни артефактов, ни левела там на 10-м. Я вот тоже, наверное, даже не припомню таких эпизодов. То есть он как бы напрягает. Естественно, ты не фрифармишь в лесах, как это обычно бывает, когда нету какого-то ромера, но это не критично для Энигмы, она всегда может уйти там в другой лес. Поймали здесь Синдерена. Странный очень такой Малефайс был, но Синдеренок действительно поймали, приходит в Войт, ставит хроносферку, убьют ребят с такими ручками лоундруидами, в итоге его высвапывает и обзор. Ну, Секси Бамбу, судя по всему, будет здесь выживать. Еще и Медведя убьют, еще могут здесь Медведя убить. Да, подпрыгивает дальше Войт, ловит поезенову, Койку успел раскастоваться, Койку здесь убьют, но продолжения просто после Виномансера никакого нет, Секси Бамбу не умрет, потому что не ткнул его Виномансер, он просто раскастовался ультимейтом, а сама поезен нова, она не смертельна, она тебя очень сильно ослабляет, но не убивает. И забирают еще и Тир-2 Кайпи. И Тир-1 в миде. И Тир-1 в миде. Ну, слушай, много денег зарабатывают, вот такие моменты, они крайне опасны. Посмотри на Виндрейнджер, ты посмотри на Виндрейнджер, божечки! У нее же сейчас Аганим будет, 14 минута Фейзе Аганим. Да, и мало того, что она будет наносить дэмэдж с Аганимом без штрафа, а тут еще добавь дэмэдж от Виндрейнджер, так у нее еще и хитпоинтов очень много. Чем убивать Виндрейнджер? Нету ни одного нормального нюка у Нодигити, по сути. И там руками бьют под Амплифай дэмэджем, но там Виндран, и ничего с этим Виндраном не сделаешь. Это тебе не Верка, которая пассивно бегает 40 минут, как вот Эмпайр иногда пикает от Виндрейнджера. Это и уже будет на пофиг. То есть она с таким количеством статов, она просто заходит и начинает бить. Ты в нее даешь какой-то Слизерин Краш, она тебя продолжает бить потом. Ты в нее даешь Стан Винги, она тебя продолжает бить, потому что она все это время в Виндране, и вы не можете ее просто передамажить вообще никак. В смысле нанести хоть какой-то там критический урон. Вот он, подлетает Аганим. Штраф там пока, правда, еще будет. Небольшой, там 15-процентный. Хороший слип. Сейчас подшекал, и можно... Нет, не так. Не так Синсинк. Вот так, да, можно делать. Хороший фокус фаер. И еще и Ябзора, наверное, здесь тоже заберут. Да. Очень бешеные тычки летят. И от Эдолонов, и... Ну, там, от Эдолонов, ладно, не простые, не с бонус уроном. Но пока что Кайпи полностью свой пик реализовывает. Не знаю, это может быть 3-2-2. Чисто из-за солидарности. Да, вот типа базилка на Слардере. Вот я смотрю, такое что-то... Интересное. Не, я, конечно, в это не верю. Да, не, никто. И вам, друзья, не советую. Это, да, это, конечно, такой себе подкол, потому что, понятно, не все зависит еще от Кайпи. Кайпи, во-первых, нужно выиграть в этой серии. То есть это первую карту, даже если они возьмут, это еще не все. А если Эмпайр проиграют 2-0 Пауэр Рейнджерс? Ну, тогда Пайры выйдут. Все, у Пайров будет лучшая статистика среди трех команд. А, вот оно. То есть, да, там получается то, что если кто-то выиграет в матче Эмпайр Пауэр, он сразу проходит. То есть там, в принципе, вытащится. Там только ничья должна быть для Кайпи. Для Кайпи, да. Так если тут Кайпи выиграет, там будет ничья, будет ничья на три команды. Так, ладно. Ребята из команды Кайпи готовы драться. Они пока вообще не ощущают. Они просто никого не ощущают. Там еще один медведь появляется. Вардов, конечно, вина Мансера. Тут просто тьма тьмущая стоит. Но, мне кажется, Хезу слишком далеко забегает. Да, и умирает. Еще и Слардера там могут сзади подловить. То есть как-то, 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 как-то. Мало, может быть, убьют еще Бейна. Да, так и происходит. Но в остальном ребята из команды Кайпи готовы драться. Они пока вообще не ощущают. Они просто никого не ощущают. Там еще один медведь появляется. Вардов, конечно, вина Мансера. Тут просто тьма тьмущая стоит. Но, мне кажется, Хезу слишком далеко забегает. Да, и умирает. Еще и Слардера там могут сзади подловить. То есть как-то, 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 как-то Это совсем расхлябанно действует сейчас на Удигите. 16-4 кайпи ведут. И мы видим то, что 12 тысяч нетворса уже преимущество у Рэддентов. И там 7500 примерно по опыту. Ну, кайпи, видишь, они знали, как на Удигите будут играть. Прекрасно себе представляли это. Что те ребята играют Виномансером, Воидом. Они постоянно пикают этого героя. Они забрали в итоге Воида сами. Пикнули еще к этому Воиду такого героя, как Энигму. Которая, вот мы говорили, что проблема команды той же самой Team Spirit. Что они не играют жадно. Сейчас надо играть, стараться как-то более жадно. Пикать какого-то либо Лесника, либо Роумера. И в итоге выходить потом в мидгейм таким хорошеньким составом. С хорошим фармом. Да, сейчас все чаще и чаще ситуации, когда четвертая позиция. Она является еще и по совместительству неплохим. Не, так сказать, совсем лейтом. Да, но вот утилити героям очень хорошим. Плюс к тому же, там банили Тинкера для Койквы, которым вроде бы как на Удигите тоже играет. Очень нагло заходят на Рошана. Потому что все-таки, как ни крути, тут Виномансер будет расставлять варды, дамажит сверху. Если этих вардов будет реально много, то забрать Рошана, может быть, не получится. Прям так просто. Но Кайпи игнорируют своего оппонента. Они просто заходят. А что, у Виномансера еще поезда нового не будет? 27 секунд. Кстати, Слардор с блинком. Это интересный момент. Тем не менее, Рошан падает. Слардор просто в миде все это время фармит. Вообще драться не хотел идти. Говорит, вы там с Виномансером, мол, поразвлекайте немного, треки пораскидывайте. А там сюркенчики покидайте. Мы тут пока сами разберемся. Немножечко подфармим. Что-то у Слардора у него почти готов фармлет. И Виндрейнджер еще, блин, купила. Более того, у Сингсинга есть Аганим и Аегис. И еще и дабл дэмэдж. Посмотри, сколько урона. Рядом Волк, рядом Винга. А, Винга за другую команду, прошу прощения. Но, тем не менее, она может быть рядом. Да, она может быть рядом, но она дэмэдж понижает, если только умирает. В таком случае для Сингсинга. Но Сингсингу хватает урона. Там 250 дэмэджа приблизительно. Там 270 даже. Руками с фокус-файром, с такой огромной скоростью атаки. Бараки падают просто моментально. И вот он, Баунти Хантер, во всей своей красе, который ничего не может сделать. Он повесил кучу треков. Он дает эти тосы. Они распределяются. Свапают Секси Бамбу. Секси Бамбу есть стики. Жмется Мека. Жмутся стики или нет. Секси Бамбу жмет стики. И будет сейчас хроносфера еще. Опа. Да, да, да. И будут забирать эру. Там прям слоу-граунда по нему достреливают. Секси Бамбу нападает на Синдерена. Тот пытается убежать. За ним сразу же вэрочка. Пауэршотом прошивает. Буквально пару тысяччиков навесит. Но нет. Гоу-гуд гейм. Гоу-гуд гейм. Пишет No Digity. Первую карту отдают. На этой квалификации. Да. У нас коварные улыбки появляются на лицах. Но опять же. Я уже все сказал. Вот мое сугубое мнение. Ребята очень сильно запотели. Застарались. То есть даже если они где-то сейчас расслабились. Это фактически их право. То есть их за это обвинять ни в коем случае нельзя. Но естественно если будет вот эта там какая-то переигровка. Еще переигровка. Перей на переигровку. Но у Digity это не коснется. К ним могут быть какие-то вопросы морального аспекта. Но это опять же их право. Тем не менее еще очень важно как закончится все-таки матч Empire Power Rangers. Я тоже буду стараться за ним следить. Ну а мы будем очень-очень быстро я думаю передавать слово студии аналитики. Которая за 15 секунд даст расклады по этой игре. И скажет где что пошло не так. Далеко не разбегайтесь.